Однажды один путник скакал на коне через пустыню, и до скока в данного места ему пристал ужасный вид. На одном месте стоял огромный лев, весь напряженный, мускул напряженный. И он смотрит, не зная сколько часов уже этот лев стоял, но когда он освобивал мускулы, оковы сдавливались. Он освобивает мускулы, а оковы опять сдавливаются. И что там было? Огромный удав, закрутил два и смотрел ему в глаза, и давил его часами, давил. Лев терял силы, терял, сдавливал, сдавливал, сдавливал. Этот путник сжалился на дно, спрыгнул с лошади, достал самую, и отрубил голову этому удаву. И он запрыгнул на лошади, и раскакал дальше. Слышит? Вдруг, как будто его кто-то преследует. Прорачивается назад. А это лев. Он бежит за ним. Путник думает, ну ничего себе, я его спас. Он хочет еще меня разорвать. Что делать? Лев прибавил газ на лошади, скачет, скачет, а лев все сильнее и сильнее за ним. Думаю, на, я остановлюсь, остановился. Спрыгнул с лошади, повернулся лицом к льву, достал самую, напрягся весь и стоит. А лев подошел пару метров к этому человеку, лег на борточке, и ползел так, как собачка ласковая к этому человеку. Подползал и начал лезать ему сапоги. Знаете, просто из этого примера видно, что даже животные не имеют благодарственное сердце своему спасителю. Только люди, к сожалению, когда их Бог спасает, так редко благодарят Бога нам. Сегодня я бы хотел рассказать об нас в творении. Оно называется «Как нужен Бог». Как нужен Бог тому, кто в Бога верит. Как нужен Бог, не знающий Его. Никто нужды Твоих Бога не измерит. Ведь все, во всем зависим от Него. Бог нужен, нужен каждому на свете, среди всех этих хлопотных. Бог нужен, когда в беду попали наши дети. Когда болезнь внезапно сбилась с ног. Бог нужен в море. Если там несчастье и помощь ниоткуда не придет. Бог нужен, Бог нужен в воздухе. Когда ненастье и связь с землей потерял пилот. Когда твой друг в горах зависит над бездной. А ты не можешь там ему помочь. Когда попытки выжить бесполезны. Метет рука, а впереди вся рачка. Бог нужен, если шахту затопило, а там твой самый близкий человек. Бог нужен, когда старость наступила и вдруг заметил, как короток вверх. Бог нужен, если шреп впаляет, вкарает, а долгожданного дождя все нет. Когда тревога на душе отецает, а несвестность все не шла. Вот, ребята, Бог нужен людям в трудную минуту, когда надежды в горе нет другой. Соломинкой, то ли видится кому-то. Бог тем, кто дно теряет под ногой. И сколько раз у тела к небу эхо. О, Боже, если ты на свете есть. Свидетельств много. Собралось в этом ответов Божьих. Никому не счесть. Но иногда бывало слишком поздно, ведь Бог до этого так долго ждал. И кто-то очень страшно, очень грозно своему не вверхе на земле пожал. Бог долго терпит, ждет. Бог всех нас любит, но есть долго терпенью предел и шанс свой. Упустив, себя погубит тот, кто нуждаться в Боге не хотел. Не надо ждать, когда камин остынет, когда цветы на холмик понесешь, когда один останешься в нерстыне, когда отчаяние в тебе. Так хочется, чтобы люди к Богу приходили не потому, что грянула беда, а потому, что Бога полюбили, чтобы власть Его признали навсегда. И хочется, чтобы все могли осмыслить, увидеть, перечувствовать, познать, как нужен Бог, как милостив Всевышний, как хорошо Ему принадлежать. Слава Богу!